Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Мария. Сегодня у нас 31 декабря. Соответственно, поздравляю всех с наступающим новым 2024 годом. А если вы смотрите меня уже в новом году, то поздравляю вас уже с наступившим новым годом. Мне очень хотелось бы поздравить вас с новым годом, пожелать вам всего самого прекрасного, самого доброго в этом наступающем 2024 году. Пусть год будет наполнен только позитивными, только радостными, только теплыми, добрыми событиями. Пусть вас окружают только любящие, заботливые, добрые, искренние люди. Пусть все беды обходят вас стороной. Крепкого-крепкого здоровья вам, вашим близким. Пусть будет все так, как вы хотите. Пусть все ваши планы обязательно осуществляются. Пусть все, что вы задумали, сбывается. Все ваши начинания, все ваши идеи воплощаются в жизнь. Пусть все будет прекрасно. Желаю вам всего самого-самого-самого и побольше. Огромное спасибо, что вы провели этот год со мной. Мне это безумно приятно. Огромное спасибо, что смотрите мои видео, комментируете их, ставите лайки. Мне это безумно приятно. Это мотивирует меня на то, чтобы продолжать вести свой блог, чтобы снимать больше интересных и полезных видео для вас. Для меня это очень ценно. Спасибо, что вы со мной. Я постараюсь в следующем году вас также не разочаровать, также радовать вас различными интересными подборками. И, конечно же, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я тоже его веду активно и планирую также активно продолжать вести в следующем году. И очень вас всех люблю. Действительно, для меня это очень ценно. Когда я начинала вести свой канал, я даже не представляла, что у меня будет такое количество зрителей. Тех людей, которым действительно интересна я как личность, интересен мой блог. Это просто невероятно. И даже, знаете, порой вот я смотрю, понятно, что с каждым днём количество зрителей растёт. И настолько приятно это осознавать, что люди не просто зашли, посмотрели мимолетно, а они действительно осознанно подписались на канал. Вы, наверное, заметили, что я никогда не прошу в своих видео ставить лайки, подписываться на канал, потому что мне хочется, чтобы это было от души. Чтобы это было не просто потому, что я попросила, и вы как бы из уважения ко мне сделали это, а для того, чтобы вы сами, если вы понимаете, что вы хотите смотреть мои видео, быть подписаны на мой канал, то вы сделали это самостоятельно. И когда осознаёшь то, что такое количество людей осознанно сами просто подписались на твой канал, потому что им ты действительно интересна, это просто не передать словами, просто вырастают крылья за спиной, хочется всё больше и больше творить, создавать, потому что блогинг — это всё-таки творческая такая деятельность, создание видео, описание ароматов, изучение — это всё-таки больше творческое. И, конечно же, бывают какие-то выгорания, бывают какие-то расстройства, не без этого, но когда ты читаешь комментарии от своих зрителей, когда ты получаешь эту обратную связь, подписки, ты понимаешь, что всё не зря. В общем, огромное вам спасибо. Сегодня я хочу с вами поделиться своей радостью, рассказать вам о своей новиночке, которые я приобрела для себя специально к Новому году. Я долго ходила вокруг этого аромата, и много блогеров рассказывали об этом аромате как о лучшей композиции на Новый год, что это аромат Нового года, аромат счастья. И мне захотелось его приобрести, и я его себе приобрела. Я, в принципе, сейчас вам его и покажу. Это аромат Dior Dolce Vita. Ценник, конечно, пока я думала, пока я размышляла, на него подрос. И вот на рандеву я его мониторивала, мониторивала, когда цена будет более-менее приятной, и когда на него цена стала чуть-чуть ниже, я его заказала. Я вам ссылку оставлю, если интересно, тоже актуально проходите, смотрите. Там, кстати, есть формат ещё 8 мл от Levantec. Сначала думала взять 8 мл, но потом подумала, что мне хочется сделать себе такой новогодний подарок, купить полноразмерный флакон. Плюс ещё аромат 94-го года, мой ровесник. И, соответственно, тут всё совпало. В общем, решила приобрести. Ссылочку вам оставлю. Синтересно, проходите, мониторьте. Оставлю вам свой промокод также на скидку. И, кстати, хочу сказать огромное спасибо моим зрителям вам за то, что вы применяете мои промокоды. Это тоже помогает продвижению моего канала, помогает в моей деятельности ведение канала. Для меня это очень ценно. Это приятно, что вы доверяете моему мнению, вы доверяете мне как блогеру. Огромное вам за это спасибо. Спасибо, что применяете мои промокоды. Давайте распакуем. Я, в принципе, уже распаковала, сняла следу, потому что я просто не выдержала. Мне захотелось как-то всё-таки его попробовать. Почему? Потому что у меня, с одной стороны, мне хотелось его, но я немного побаивалась, потому что меня немного пугала мама моя тем, что ей этот аромат не очень нравится. И она говорит как-то у меня, не сказать, что с ним какие-то прям тёплые чувства. И она мне всё говорила, возьми лучше пробник, не торопись. Но я всё-таки решилась на флакон. И для меня это прям вот дизайн, действительно, как ёлочная игрушка. Так оно и есть. Прям хочется повесить его на ёлочку. Всё вроде, с одной стороны, лаконично, но в то же время он такой прям новогодний, такой позитивный. И сейчас мы с вами его нанесём на блотер и буду вам про него рассказывать. Пирамида, конечно же, у аромата очень длинная, потому что аромат не новый. И как присущий ароматам того времени, пирамида была очень длинная и многогранная. Здесь у нас персик, кардамон, лилия, грейпфрут, бергамот, роза, корица, абрикос, розовое дерево, лилия, гелиотроп, магнолия, ваниль, сандал, кедр и кокос. Честно говоря, при желании можно услышать все эти ноты. Со старта действительно есть персик, есть ощущение прям такого персикового сока или персикового лимонада. Дюшеса немного, то есть ощущение прям такой искристости, лимонадности. Но в то же время здесь есть кардамон, который придаёт приятной такой необычной терпкости аромату, за счёт чего композиция не звучит как-то супер прямолинейно, сладко-липко, а именно звучит с такой интересной пикантностью. Что касается этого звучания, вот допустим, мама моя говорит, может быть, всё-таки у меня такие какие-то ассоциации были раньше с этим ароматом, может, сейчас он звучит по-другому. Но вот она его нанесла, она говорит, что для неё всё-таки есть какая-то нотка, которая немного её смущает. Поэтому, что могу сказать, как я сказала, идеальный вариант это полтора миллилитра, восемь миллилитров есть на сайте рандеву, можно взять для знакомства, попробовать, потестировать и потом уже приобретать полноразмерный флакон, не торопиться. Но если вы с ним знакомы и вам хочется иметь его в своей коллекции, то рекомендую, потому что цены на него растут и я уже не знаю, сколько он будет стоить в следующем году. Поэтому я решила всё-таки обзавестись флакончиком, чтобы он меня радовал своей такой красотой, искристостью, очень красивый аромат. Кстати, так интересно, что в этом аромате какие ноты заявлены, и всё действительно вдыхая можно ощутить. И немного корицы. И, как я сказала на старте, прям немного персика, абрикоса, кардамона. Есть и свежесть грейпфрута, то есть такая цитрусовая свежесть. По поводу цветочности, может быть, кстати, немного всё-таки лилии здесь и есть. Может быть, эта нота и мешает маме моей в аромате. И даже интересно, в базе уже есть кокос, и даже кокос здесь можно ощутить. Немного сандала, ванили. И для меня это действительно сладкое такое, искристое, может быть, даже больше детское, шампанское, потому что ощущение прям такой фруктовости. И на моей коже он звучит классно. Но также читала комментарии, что у кого-то на коже он выдает такую небольшую затку из каких-то таких затклых тряпок. Это тоже присутствует, поэтому будьте аккуратны. Но я безумно рада тому, что на мне он звучит красиво, он сладкий, он искристый. Он как такое шампанское с такими искристыми пузырьками. Мне он понравился очень. Я осталась просто под впечатлением. И, скорее всего, это и будет моим ароматом. Новогодние ночи. Пишите, кстати, у кого есть этот аромат, как он вам. Я также читала, что вроде раньше он, конечно, отличался своей игрой, что новоделы. Сейчас они более простые в своем звучании. Но вот я вдыхаю этот аромат. Я бы не сказала, что он какой-то прямолинейный, плоский, скучный. Нет, он довольно многогранный, переливчатый. Поэтому в этом плане прям очень нравится. И стойкость шлейфа у него тоже замечательная. Я, в принципе, разносила для того, чтобы потом уже поделиться с вами такими сложившимися впечатлениями. Поэтому поздравьте меня. Долгая шла к покупке этого аромата. И, наконец-то, он у меня. Пишите, пожалуйста, в комментариях, какие ароматы вы планируете нанести на себя в новогоднюю ночь. Или, если вы смотрите это видео уже в январе, то какой аромат был на вас в новогоднюю ночь. И еще раз всех поздравляю с наступающим Новым годом. Или уже с Новым годом. Пока, конечно, говорю с наступающим. Уже в январе мы с вами увидимся. Поздравлю вас уже в январе. И еще раз огромное спасибо, что вы провели этот год со мной. Всего вам самого доброго, самого светлого. Будьте счастливы, крепкого здоровья. И встретимся с вами уже в новом 2024 году. Всех вас очень люблю. И пока-пока.